здравствуйте друзья добрый вечер поздноватенько 9 40 вторник вот чего хотел сказать так размышляя о жизни как интересно происходит динамика всяких процессов в обществе вот этот самый обама кер несчастный который республиканцы в течение семи лет клятвенно значит там рвались его отменить запретить изничтожить и вообще выжечь каленым железом и надо сказать что не то чтобы вся страна вот как-то было именно за это вот там что допустим обама кер ну всех вот достал реально всех нет но вот скажем так тех кто поддерживает республиканскую как бы видение мира такой консервативно это не было хорошим делом самого начала ну и собственно они и сейчас так в общем то в большинстве за то чтобы его абсолютно куда-нибудь вот там отозвать хотя среди республиканцев тоже там процентов я боюсь соврать там 15 12 говорят что в общем то можно починить обама кер не обязательно его так прям совсем там куда-то грохнуть но но в основном конечно за то чтобы грохнуть это уже стало вопросом таким как бы сказать даже я не знаю мантрой такой найти 0 0 меньше чем грохнуть не принимается но вот что интересно все таки кроме тех кто голосует за республиканцев и так как бы традиционно голосуют за республиканцев есть еще те кто традиционно голосуют за демократов а эти люди просто нейтральные ну вот скажем я я вполне нейтральный я никакой там партии там не отношусь вот и так как бы смотрю вот на то на это я в чем-то консервативен в чем-то либерален так гражданин короче и вот что получается что среди демократов идея совершенствования обама кера очень популярна то есть надо его не отменять а улучшать это как бы видоизменять но среди независимых это идея улучшать а не отменять тоже очень сильно превалирует в итоге в обществе в целом обществе в целом идея отмены обама кера вот полностью сказать отозвать забыть и что-то на этом месте сделать с нуля не безумно популярна то есть скажем так гораздо популярнее идея его видоизменить нежели его грохнуть и вот сейчас происходит какое-то усилие со стороны республиканцев республиканцев в конгрессе что ну как-то обидно им действительно вот в марте месяце они как бы уж совсем были близки к тому чтобы сделать закон по поводу отзыва отмены обама кера и какая-то у них своя программа и они как-то внутри республиканского рига внутри таскать группы республиканских законодателей в палате представителей так вот они не смогли сами с собой договориться и там мы рассказывали об этом там что-то от них требовали чтобы они прям немедленно и чтобы срочно и что вот как-то переговорный процесс им сломала энергетика трампа который ставил ультиматумы и угрожал вот атака не в принципе когда вот там сорвалось они продолжают разговаривать у них такой процесс то они привычные но это же они все там переговаривают договариваться компромиссы и вроде бы даже идет к тому что вроде бы они сейчас возьмем возьмут вот и примут этот самый закон другое дело что этот закон как бы в сенате ему там делать особо нечего потому что в сенате у них такого большинства чтобы его принять нет и в общем она как бы может быть больше символического значения чем какого то уж так не знаю чисто практического но тем не менее идут обсуждения идет борьба идет какие-то ожидания вокруг очень много всего но самое интересное состоит в том что если они это сделают если они добьются того чего хотят и что было главным козырем и в борьбе против демократов вот последние 7 лет и но даже это фактически вот эта борьба она фактически привела их к победе на выборах ну такой вот полу победе на победе до мускай президент теперь республика вот и они они за счет этого то есть это главный козырь был и такая непрерывная семилетняя истерика и вот казалось бы но дальше получается что общество в общем то не этого хочет а она говорит но есть обама керр ну давайте лучше сделать человек то есть фактически если ему удастся победить то победа какая-то получается против себя то есть как бы унтер офицерская вдова которая сама себя высекла но если кто читал там классика от него вот получается они сами себя и высекут из криком мы победили значит еще больше ухудшим там рейтинги или там отношения в обществе там и так далее так далее что в общем то как бы вот такая интересная динамика понимаете если бы они в марте в марте проскочили с этой реформы опять остается сенат остается там что-то можно было на демократов свалить очередной раз но вот сейчас вроде бы да как-то они так консолидируются говорят что консолидируется еще вот немножко все буквально неделька и они договорятся и и до чего же они там договорятся то а общество отвергают в общем странно все это очень странно я сам себя спрашиваю миша говоря вот ты как хочешь и я честно говоря могу сказать так и те плохие и эти то есть как бы не 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 республиканская версия не оба бакер не решают вопроса здравоохранения американского никак ну то есть вообще никак не решают то есть с одной версии или с другой версии одни и те же карманы будут набиты и и собственно даже я не знаю что там такое но 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 из побочных таких факторов то есть скажем я сэкономлю ну там несколько десятков тысяч в год на дополнительном налоге которые вот я сейчас плачу за оба макер ну скажем если мне осталось там работать еще я не знаю там ну допустим 10 лет и они снимут с меня это все и мои доходы за это время не упадут что тоже существенно вот то может быть я там за 10 лет сэкономлю там не за 250 300 тысяч что неплохо я лично с удовольствием оставлю их себе но вы же понимаете но да я уже и все равно плачу то есть я не если я знал что там для дела и как бы для хорошего дела то как бы ну взяли и взяли ладно чё а кто будет платить у кого нету что ли будет платить но в общем можно сказать я я при любом варианте как бы одновременно и не в не в проигрыше так ну то есть тут либо деньгами возьму либо там ощущением того что хорошее дело сделали вот но по большому счету ни та ни другая сторона хорошего дела сделать них принт не могут в принципе у них нет таких как сказать у них нет способности делать по-честному потому что сама система власти абсолютно коррумпирована фармацевтическими компаниями которые ее содержат все эти избирательные компании и с той стороны там депутаты и с этой стороны депутаты поэтому они фактически марионетки и они не они в принципе не могут я не знаю что должно произойти чтобы пришли какие-то другие люди и сделали по-честному то есть должна быть какая-то другая система выбранная где деньги не влияют или допустим они должны запретить корпорациям вносить деньги в избирательные компании там сенаторов там конгрессменов но вот что-то такое как то что как-то произойти я не знаю как но до тех пор пока большие деньги там присутствуют до тех пор все это будет происходить так мне кажется в общем или должно дойти до такой критической точки что же никакая политическая сила не сможет оставаться у власти продолжая значит вот то что они сейчас делают не исключено что мы уже скоро там будем потому что стоимость медицины точнее масштабы злоупотреблений вот такие колоссальные что я не знаю сколько еще это может продолжаться так что посмотрим понаблюдаем вот такие у меня ночные добрые позитивные мысли чего и вам друзья желаем за сим остаюсь ваш верный блогер михаил портнов и и и и и